В Муравленко оказывают поддержку тем, кто вернулся из мест не столь одолённых. Приговоры наказания меняют социальное положение этих людей. Климо «Бывший заключённый» не позволяет им стать полноправными членами общества. Один из способов решить проблему – социальная реабилитация осуждённых. Для этого в городе реализуют проект «Шаг вперёд». Его авторы – представители фонда поддержки и развития предпринимательства. Специалисты выиграли грант и теперь помогают тем, кто оступился. При фонде создана комиссия общественная и коллегиально рассматривается каждое заявление от каждого человека, который вернулся из мест лишения свободы. И коллегиально принимается решение, какой вид помощи именно оказать. Этот мужчина по понятным причинам скрывает своё лицо. Вернувшись домой после длительного отсутствия, он попал в новую реальность. Социальный проект даёт надежду начать жизнь с чистого листа. Это очень сильно помогает и должно помогать людям, которые освободились из мест лишения, так как, во-первых, сразу ни на работу не устроишься, и какие-то вещи надо первой необходимости. То есть это очень существенная помощь. Одежда, продукты питания, предметы первой необходимости и даже квартплата. На это и не только могут рассчитывать те, кто вернулся из мест не столь отдалённых. Обратиться в фонд бывшие заключённые могут в течение полугода после освобождения. Комиссия рассмотрит заявление и обязательно придёт на помощь. Деньги лично в руки мы не передаём. У нас есть ответственный член комиссии, который непосредственно получает денежные средства, сажает ребят в машину. Ну, это могут быть мужчины, женщины непринципиально совершенно. С ними ездит в магазин и приобретает им необходимые вещи. Под запретом алкоголь и табачные изделия. Грантовые деньги идут только на реальные нужды. Фиксированной суммы нет. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Информацию о том, что у нас реализуется такой проект, мы направляем и в исправительные колонии, чтобы доносилась эта информация для людей, которые могли бы обратиться. То есть, как-то извещаем их, что есть такая возможность. И она, я считаю, уникальная у нас такая возможность. Потому что не везде, не в каждом городе это предусмотрено. Проект реализуется второй год. Поддержку уже получили 14 человек. Судьбы у всех разные. И здесь главное – не допустить у бывших заключенных социальной дезориентации. Помочь стать полноправным членом современного общества и сделать уверенный шаг вперед. Ирина Бугрим, Андрей Нагибин, Новости Муравленко.